Микозы. У меня только один вопрос. Часто ли сейчас встречаются на практике микозы в России? Нет, единичные случаи. Все как было. Итак, насколько же у нас актуальны микозы в России? Честно говоря, я об этом думала все последние два года после переезда, так как я довольно часто стала встречаться здесь в США. Если мы взглянем на глобальную проблему микозов и исследования, которые были опубликованы, не знаю, почему здесь нет исследований США, они, конечно же, есть, но они практически повсеместны. И они должны быть, связаны с Россией, должны быть микозы в России. Какие же микозы в ветеринарии нас тревожат? Мы их всех коснемся. Но что же общего в этих грибковых заболеваниях, которые у нас встречаются? В основном они все неконтакеозные, плесени или дрожжеподобные грибы, дрожжи. Случаи все спродичные. Большинство из них эндемики. Грибковая болезнь поражает все системы органов. И в основном мы видим симптомы не специфичные. Так, анорексия, депрессия, потеря веса, кахексия и лихорадка. То есть многие болезни могут давать эти симптомы. Нет никакой вакцинации, профилактики для микозов. Что же у нас в ветеринарии? Конечно же номер один это аспергелез. На самом деле мы уделили ему очень много времени. И он должен встречаться в России. Дальше это криптококос, гистоплазм, пластомикос. И коксодимикос, если вы откроете любой учебник, учебник по интернальной медицине или инфекционным заболеваниям, это будет такая вот большая пятерка, которых вам любой учебник расскажет. Мы не будем касаться дерматефитоза, да, решаю. Я думаю, что каждый о них знает. Немножко коснемся пятиоза и, дай мне, господи, произнести это правильно, феогифомикозы и геологифомикозы, также споротрихозы. Не будем говорить о других сложно произносимых названиях, не только потому, что они сложно произносимые, потому что они так часто встречаются. И кандидоз, я думаю, что тоже каждый, в принципе, знает об этом. Итак, микозы, они эндемики. Если мы взглянем на карту мира, то первый бластомикоз, да, он встречается в США и Канаде, в основном восточный такой регион. Здесь у нас протекают реки Огайо, Миссисипи. Вот микозы любят влажные такие места, влажные, тёплые. Гистоплазмоз, он тут же находится, коксидимикоз, и его брат Парксидимикоз любят пустынные сухие местности. Это США и Мексика на пересечении. Криптококос, он по западному побережью. Ну, также встречается в Австралии, на островах Тихого океана. Здесь же у нас есть гистоплазмоз довольно близко, да, мы все уже проводим отпуска в Таиланде, в Вьетнаме, довольно популярные места. В Африке у нас есть гистоплазмоз, и в Южной Америке, влажная, тёплая Южная Америка тоже имеет много грибков. Что же в России? Я нашла одно исследование о грибковых заболеваниях, человеческое исследование, которое упоминает, что у нас на самом деле очень много спергелёза. У людей спергелёз чаще встречается в пульмональной форме, лёгочной форме, как вторичное осложнение при спиде и других иммунных заболеваниях. И также упоминается криптококос, так что для меня довольно интересно. Опять же, если мы вспомним книжки по интернальной медицине, это то, что мы обычно видим, пластомикоз, гистоплазмоз, кокцидиомикоз и карты США. И ничего, в принципе, более. Что же у нас происходит в ветеринарной медицине и в Европе? На самом деле спергелёз, он повсеместен. Это исследование у лечения назального спергелёза из Бельгии. Дальше у нас встречается спергелёз и криптококос в Японии. В принципе, довольно близко. Гистоплазмоз. Есть у нас кейс-репорт. Случай в Европе, в Италии. Опять, гистоплазмоз у собаки в Италии. И криптококос в Европе – это Греция. Пластомикоз, который ближайший к нам, я нашла это в Таиланде. Но опять же, учитывая, что у нас люди все путешествуют, я уже практически считаю, что это близко. Наш микоз номер один – это аспергелёз. Что же такое аспергелёз? Это сапрофитный гриб рода аспергелёз. Нитевидный, филаментный, 2-3 микрона размером. Он очень близок к пенициллину. И часто, когда его сеют, путают с пенициллином. Я, честно говоря, не знаю, насколько часто такое бывает в России, что сложно определить, это аспергелёз или пенициллин, если не делать дополнительные исследования. Это протонистическая инфекция. То есть аспергелёз встречается абсолютно везде. Мы его часто вдыхаем. Есть исследование, которое измеряло, сколько спор человек вдыхает ежедневно, как оказалось, несколько сотен. И мы живём и вдыхаем его каждый день, и не у всех развивается аспергелёз. То же самое у животных. Болеют, в принципе, все – и собаки, и кошки. И птиц довольно распространён. Но какие-то проблемы в мунной системе должны случиться, прежде чем у нас же взобьётся аспергелёз. Либо проблемы защитных механизмов респираторной системы, либо иммуносупрессия. Также подозревается, что есть врождённые какие-то иммунодефициты, которые приводят к аспергелёзу. Аспергелёз у собак различают на две формы. Это синоназальные, то есть верхних дыхательных путей. Это 12-34% всех болезней носа у собак. То есть довольно большой процент. Опять же, с этими цифрами, я думаю, что я лично пропустила довольно много пациентов в России с ремитом. Главные патогены – это аспергелёз фумигатус. Есть другие виды аспергелёза, но это самый часто встречаемый. Чаще всего это молодые и среднего возраста собаки с долей хоцефалы, либо со средним размером морды. Не брахоцефалы. Системный аспергелёз. Чаще всего он хронический и включает многие системы органов. Могут лёгочный, нервные системы, также дискоспондилиты различные, остеомиелиты, включающие почки, различные окулярные изменения и ЖКТ. Чаще всего системный аспергелёз встречается у немецких овчарок и подозревается, что есть у них какая-то проблема в иммунитете, которая делает их хорошими мишенями для данного грибка. И прогноз при системном микозе, системный аспергелёз довольно плохой. Мы поговорим о синоназальном аспергелёзе. У нас клинические признаки. Это слизистогнойное выделение из носа, часто у нас чихание, какой-то дискомфорт, болезненность при пальпации. Часто собаки пытаются почесать нос, как будто пытаются что-то убрать из носа, как инородный предмет. Эпистаксис довольно часто встречается, кровотечение из носа. И пигментация носового зеркальца, часто с асимметрией, как мы видим на этой фотографии, такой вот потери пигмента, в том числе с извязлением. Часто собаки не хотят есть и проявляется вялость, потому что это довольно болезненно. Если же аспергелёз доходит до головного мозга, то может быть депрессия, в том числе сундроги, если он проходит через решетчатый кольт. Диагностический план мне очень нравится из учебника Грина по инфекционным заболеваниям. Если вы подозреваете аспергелёз, то есть молодая средняя возраста собака, неброшицефал, есть изменения носового зеркальца, это истаксис, и боль, стоит отправить в сирологию. И если сирология приходит положительной, то в принципе подтверждён диагноз аспергелёза. Но в большинстве случаев мы также пока ждём сирологию, проводим рентген-диагностику и КТ с контрастом. Часто даже сирология опускается, потому что в любых изменениях и выделениях из носа должна быть визуальная диагностика. И видя изменения на рентгене или КТ, чаще всего на КТ, уже следующим этапом делается риноскопия, потому что если это опухоль, нужна биопсия. Соответственно, на рентгене или КТ мы видим потерю носовых раковин, лизе с костей, может быть, с проникновением решётчатой кости, не с проникновением, не с поражением, риноскопия, либо мы видим, да, опять же, трофию изменения в носовых раковин, биопсия обязательно берётся. И, что интересно, кусочки биоптата нужно отправлять на посев, не смывы. Это более надёжный способ. Оспределён лучше растёт, если отправить кусочки биоптата, а не смывы. Также подправляется гистология помимо посева, и можно делать цитологию. Те грибковые поражения разбавляетесь с физраствором и делаются тонкие мазки. В принципе, можно без окрашивания, и дальше с окрашиванием дифкликом. И уже с подтверждением диагноза назначается лечение. Что же мы видим на КТ? Мы видим изменение структуры костей, потери носовых раковин, лизис костей, и решётчатая кость порой разрушается. Как же на ринскопии это выглядит? Отёчная слизистая, бляшки, которые выглядят беловатые, бывают чёрными, и иногда выглядит бесформенная масса. Обязательно на ринскопии постараться, это всё надо вычистить, если вы планируете лечение. Довольно часто встречается спригелёз. Один из моих пациентов, это был пятилетний Голден, который уже прислались к КТ и подозревался деструктивной ринит, то есть поражением костей на КТ, и уже спригелёз был заподозрен. Соответственно, мы провели ринскопию, и это был довольно мой первый случай, когда я делала сама мазки, и они не очень хорошо у меня получились, и получилась вот такая вот картинка, не совсем понятно. наш цитолог, конечно, подтвердил, но гифы были полуразрушены, и оказалось, что гифы очень-очень нежные, когда вы их разводите с фидроствором и красите, очень-очень нежно, с иголочкой не давить, и нужно делать очень тонкий слой, если толстый слой, получается такая вот небольшая аша. В следующий раз, когда собака пришла нам на вторую рецидиву, я уже была более подготовленная, и мазки у меня получились не идеальные, но уже лучше, да, и мы видим здесь гифы, аспергилёза. На самом деле, на цитологии нельзя сказать, это аспергилёза или не аспергилёза, потому что очень похоже с плесненными грибами, и нужен посев, чтобы определить. Биопсия. На биопсии видим воспаление или фильтраты с лимфоцитами, с фалмоцитами и нитрофилами, и, соответственно, наш патолог должен сказать, что данный грибок, он присутствует на биопсии. Очень важно для аспергилёза, что вы обнаружите гифы гриба либо при посеве кусочков биоптатов, либо обнаружите ли этот гриб на гистологии, потому что часто мы видим просто вторичное обсеменение, когда мы высеиваем аспергилёзы в воздухе. Лечение. Лечение – это местное. Местное с либо клокимозолом, либо инилканазолом, довольно успешное. После первого лечения от 40 до 86 случаев излечивается в среднем 60%, и после второго лечения 83 до 100% случаев, в среднем 91% собак выздоравливает после местного лечения инфузия фунгицида в нос. В основном используется клокимозол, потому что он дешевле, но он вызывает довольно сильное раздражение. Собаки у них сильная тошнота, они могут отказываться от еды день-два, у них слюнотечение. И если системно, он может вызывать интоксикацию. Обязательно следить, когда вы выбираете клокимозол, должен быть на основе полиэтиленгликоня, никакие другие, потому что другие не вызывают очень сильное раздражение. И может быть либо крем, как клокимозол обычный, либо раствор. Энелконозол менее токсичный, и он более дорогой, то есть это иммуверол. Лечение местное выглядит примерно так на схеме. собака располагается в дарстальном положении. Обязательно до процедуры промыть нос после риноскопии, убрать в можно больше грибкового материала, подкаблить, все это вычистить для лучшего проникновения. Дальше вставляет большой катетер фолей, чтобы не проглапивала склопимозол. И второй катетер фолей устанавливается в носоглотку, чтобы закрыть протекание препарата в дыхательные пути. Хорошо это прокладывается с салфетками. Дальше устанавливается два фолея катетера в нос с двух сторон. И проводится инфузия 60 мл два шприца кватримозола. И 15 минут в дарстальном положении, 15 минут в каждом латеральном положении и 15 минут на животе. То есть мы поворачиваем собаку. Кажется просто на самом деле это катастрофа, когда собаке куча катетеров. Выглядит это примерно вот так. Все это протекает и используются ватные палочки, чтобы предотвратить протекание из носа. и мы используем инфузоматы, чтобы распределить те 60 мл на час. Относительные противопоказания, если у вас есть поражение, если у собаки есть поражение решетчатой кости, что кватримозол будет проникать в головной мозг и вызывать какие-то неврологические симптомы. на данный момент уже как минимум два исследования ретроспективных, которые посмотрели, что же случается у собак, если есть повреждения решетчатой кости и совместно меняется лечение, ничего такого страшного не происходит, можно применять и это является не абсолютно противопоказанием. хирургическое лечение, трепанация лобных пазух с вычисткой всего этого микотического материала. Эти фотографии я еще сделала в белом блоке доктором Кареллиным были проведены операции, я удивилась, когда я перелистывалась фотографии, что у нас не было и кошка. Мы не подтверждали на тот момент эспиригелез, думаю, что все-таки дефицит опыта мой на тот момент по грибковым заболеваниям, но пациенты после дренирования поправлялись и, разумеется, никакого местного лечения на тот момент мы не проводили. Другие лечения после, как мы уже сказали, хирургическое лечение, также можно подключить системные препараты, если у нас рефракторные болезни, если клинические симптомы возвращаются. Только пероральные препараты не применяются для лечения центриального эспиригелеза, так как успех, он всего лишь 50-70% ниже, чем у местного лечения клатримазола. Соответственно, препараты выбора вдобавок к местному лечению это кетоконазол, триконазол, фриконазол и более дорогие пазаконазол. Также довольно часто применяется тербинофин в комбинации либо с кетоконазолом и триконазолом. На большую собаку, чаще всего это большая собака, выгоднее применять кетоконазол, потому что триконазол разоритесь. И одно тоже можно было бы применять продолжительно, но несколько месяцев лечения триконазол собаки будет выйти в копеечку. И хирургическое лечение с трепанацией и зачисткой. Аспергилез у кошек. Тоже аспергилез фумигатос, а также другие виды чаще всего встречающих собак. Две формы аспергилеза синоназальной синоорбитальной. Что интересно, брахицефальные породы кошек встречаются чаще. Возможно, споры аспергилеза задерживаются в носу брахицефальных кошек. В то же время интересно, почему у собак брахицефальных аспергилез не встречаются. Поэтому больше подозреваются какие-то проблемы в иммунной системе, чем анатомические строения. Но вот у кошек чаще брахицефальные породы. Мы видим изменения конъюнктивы, образования в ротовой полости. Клинические симптомы верхней респираторной инфекции это чихание, выделение износа, экзакталем, депримию конъюнктивы, пролаз третьего века, кератит, что довольно часто у кошек встречается в целом, инфекции верхних дыхательных путей. Также различные новообразования и изъявления, различные образования и отеки в области лица и региональное увеличение лимфоузлов подчелюстных. Лечение у кошек чаще всего тоже местное используется в основном имоверол, они как-то не очень любят квадримазу у кошки и только раствор крем не применяется, потому что кусочки крема они забивают листовые пути у кошек, нос у них поменьше, чем у собак. Идраконазол препарат номер один на коральный и в принципе амфатерицин B. Прогноз у синазального аспергеллеза лучше, если в отличие от синоорбитального. Итак, аспергеллез, те моменты, которые я для себя запомнила, что всегда подозревать аспергеллез, если у нас есть симптомы верхних дыхательных, болезни верхних дыхательных путей, болезни носа и ренит. В принципе, делать всегда сети КТ с контрастом риноскопии с биопсией. Нужно обязательно делать мазки для себя и смотреть, если вы можете увидеть гифы гриба, посевы и биопсии. Обязательно посевы из биоптатов, не просто смывы. Лечение местное лучше, чем пероральное и чаще всего часто требуется больше одного лечения. Ответное лечение мы наблюдаем через неделю-две и тоже довольно часто видим пациентов, у которых выделение износа не проходит на 100%. Все равно остаются остаточные какие-то явления, потому что часто при астрогилиозе уже есть деформация костей, деформация листовой полости и, к сожалению, в какой-то степени остаются симптомы. Но они чувствуются лучше, аппетит хороший, активный. Следующая болезнь рассмотрим гистоплазмоз или лихорадка долины реки Огайо. Вы можете встретить это в интернете или в учебниках. Это мелкий дрожжеподобный грипп от 1 до 4 микрометров. Это лимфоциты и грипп вот такой очень-очень-очень мелкий. Эндемик часто болезнь находится в теплых, влажных, затопленных местах. Часто встречается, что люди или пациенты были в каких-то пещерах, где птичий помет или помет летучих мышей. Были случаи гистоплазмоза у кош, когда кошки никогда не выходили из дома, и единственный источник мог быть цвета цветы, цветы в горшках, которые могут, земля может быть из эндемичных мест. Эта болезнь не, а также не контагиозна, и инфекция происходит через вдыхание спор. Кошки болеют чаще собак, и собак, если они встречаются, в основном это собаки, которые охотничают собак. Часто это системная инфекция с вялостью анорексии, с лихорадкой, с потерей веса. Часто мы видим ЖКТ-симптомы, в том числе энтеропатию с потерей белка, легочная форма у кошек довольно распространена, но кашель не так част. Это очень важно помнить, потому что мы знаем, что астма у кошек частая, кашель при астме более частая, а при ангистоплазмозе он не так частая. Гипотомигалия, спиномигалия и увеличение лимфоузлов также может находиться в костях кожи, изменения в глазах и реже в нервной системе. Распространение гистоплазмоза опять карта мира, мы видим США, это реки, долины рек Миссисипи, Огайо, влажные, теплые места, но также есть в Южной Америке, встречаются Африки, в Азии, в Австралии и несколько случаев наблюдались в Италии, то есть меньше 10 случаев, но я считаю, что все равно есть, это довольно близко к России. что меня удивило, у меня был пациент с гистоплазмозом, но уже пролеченный, такого, которого мне пришлось диагностировать самой, меня не было, и попросила коллегу прислать мне рентгены, и когда я взглянула на них, я подумала, что я могла упустить несколько кошек с гистоплазмозом, потому что довольно выраженная астма может выглядеть примерно так же, с бронхиальным, бронхиальный и персциальный рисунок. Кошка с респираторными симптомами с отдышкой и с таким рентгеном я больше буду думать о астме. Ну и вы должны думать о астме, но теперь я в голове всегда держу гистоплазмоз. На самом деле меня поразили все-таки эти рентгены с я бы сказала астма. То пациент, который у меня был уже пролечен, был 17-летний кот с лимфомой, у которого разбились дыхательные симптомы диспноя, дышка, и пришлось сделать рахиальный смыв. На удивление обнаружили гистоплазмоз, это был, конечно, шок. очень мелкие споры, 1-2 микрометра, и было обнаружено пиогранематозное воспаление, что это частая находка у пациентов с гриппом, с болеваниями. Также гистоплазмоз случается у собак реже, но если мы взглянем опять на рентген с этим бронхоинтерстициальным рисунком, я опять подумала, сколько же собак я могла пропустить с гистоплазмозом 2-3 года назад, и с симптомами гипорексии, вялостью, лихорадкой и гипотемигалией. Соответственно, диагностики гистоплазмоза, рутинные анализы крови, часто встречается нормоцитарная, набахромная, нерегуляторная анемия, стромбоцитопения, в том числе встречается ДВС-синдром, часто гипоальбуминемия и гиперкальциемия, кошек чаще, чем собак, иногда можно обнаружить споры гриба в крови, и иногда находятся они в лейкоцитах. В зависимости от того, какой орган поражен, печень, почки и так далее, мы видим изменения в анализах крови. Цитология из цитологии лимфоузлов смывы, бронхальвенарный лаваш довольно диагностичный, мы видим дрожжевой грипп, что и есть гистоплазмоз, и пиогранематозное воспаление. Биопсия, если удается делать биопсию, но чаще всего все останавливаются на цитологии. Можно делать антиген, проверять антиген в моче, но идет не специфичен для гистоплазмоза, также пациент с бластомикозом будет положительный. Соответственно, часто это такой скрининг на обе инфекции, на бластомикозе и гистоплазмозе. Лечение траконозолки, траконозол 4-6 месяцев. Конечно, довольно долго. И амфоторицин, тот пациент, которого не упомянула, 17-летний кот с лимфомой, ему применялся амфоторицин и он выжил. Выживаемость 55-66% у кошек в среднем выжимает 19-28 месяцев. У собак нету статистики. Пластомикоз. Пластомикоз это такой же дрожжеподобный гриб. размером чуть побольше 5-20 микрометров. Возбудитель власти массы дерматителей. Эндемичный опять же для США, Канады. И причем интересно, что даже в эндемических властях он случается в таких тоже в обычных участках очень все собаки, которые в эндемических этих участках, они буквально в соседе, в соседних соседних соседей по домам. Опять властомикоз теплые нужна влажность. Штат номер один США это Висконсия, в котором много властомикоза. Также это Иллиной и окружающие штаты, которые прилегают к области больших озер. не заразны, то есть нельзя животным возразиться. Опять инфекция через дыхание и дальше идет поражение многих систем органов и переграмматозные заболевания. Чаще всего это болезнь собак. Встречается инкубационный период от 5 до 12 недель. И проявление болезни зависит от того, какая иммунная система сока работы. Опять наследие на карту наш болезнь и коз в Польше северная часть Больших Хайдор, США, Канада и протирается до юга. Клинические симптомы не специфичны. Опять у нас есть лихорадка в 40-60 случаях, легочные формы в 65-85 процентов случаев с одышкой, с кашлем, увеличение лимфоузлов в большинстве случаев, кожные проявления около половины случаев, папулы, нодулы, узелки и бляшки, поражение ногтевых пластинок. офтальмологические проблем встречают в 45% случаев, в том числе эвторичная глаукома, остеомиелит 10-25%, простатит, мастит 5-10% и гранулемы во многих органах. Лукоши чаще всего проявляются неврологическими симптомами. Соответственно, диагностика это цитология, дрожжеподобные, кругленькие, гриб, чаще всего они парные, то есть основная и дочерняя, дочерний гриб. Чаще всего из поражений кожи берется цитология. Опять в анализах крови мы ничего такого специфичного не видим. Анемия, пониженный альбумин, гиперкальциемия, часто гиперкогуляция наблюдается. Антигены можно проверить как в скрининг, областомикоз, кросс-реакция с гистоплазмозом. Извиняюсь, здесь тоже гистоплазмоз. Визуальная диагностика включает рентген груди, обязательно, если вы подразреваете бластомикоз. Часто видите классический паттерн надулярный в 41% случаев, интерсциальный в 24% случаев и трахеобрахиальная лимфоденопатия, то есть увеличение по узлу в одной полости, остеомиелит, лизис костей и пролиферация тканей вокруг этих костных поражений. Проводится МСТ и КТ в дальнейшей диагностике. классические поражения костей с реакцией мягких тканей вокруг. Опять же, я про себя подумала, сколько собак я могла упустить, думая, что это остеосаркома, хотя остеосаркома, когда мы думаем остеосаркома, то это должно быть дальше, дальше away from elbows, дальше от локтей и ближе к коленкам, коленному суставу, то есть больше здесь периферические поражения конечности, но периферии, поражения кожи вокруг когтей и так выглядела кошка этого случая бластомикоза в Таиланде, то есть множественные кожные поражения, афексия, персидская брахицефальная кошка. Лечение бластомикоза это азолия, катитриконазол, фликоназол несколько месяцев и чаще рекомендуется один месяц дольше, чем после разрешения всех клинических симптомов. Амфатерицинбе в комбинации с азолями применяется два вида на основе липидов и не на основе липидов. Разный протокол дозировка с липидов 2-3 мг на килограмм через день до суммарной дозы 24-27 мг на килограмм или дозировка 0,5 до суммарной 0,5-0,25 в кошек до суммарной 4 мг на килограмм. Успех довольно неплохой 70-75% и если пациент выживает первые 10 дней лечения то прогноз становится лучше. Прогноз хуже если вовлечено больше трех систем органов и если есть гипоксия то есть если легочная форма бластмикоза. Рецидив довольно часто 20% в случае. Криптококос Криптококос портонистический системный микоз довольно часто получается у людей возбудитель криптофокус неоформанс и криптофокус датии трожеподобный грипп с мелкими интересами что они имеют разный размер от 1 до 30 микрометров постанов в принципе повсеместно тоже не заразный получаем мы его из окружающей среды часто те случаи которые криптофококоза были приходили ассоциацию с голубями и их пометом то есть криптофококос хорошо выживает в голубином помете инфекция инфицирования происходит через дыхание спор и это грибковая инфекция номер один у кошек чаще встречается у кошек пород сиамтика рэгдэл бирма и гималайская дальше идет люди и после этого собаки хорьки лошади птицы и так далее нашли что обнаружено что кошки с лейкозом иммунодефицитом более предрасположены что в принципе имеет смысл и кошки которые получали хронические стероиды также предрасположены часто встречаются у собак и кошек ассептоматические течения у 14% собак и 7% кошек рекомендую вебсайт ABCD кто не знает думаю что уже знаете к концу второго дня там очень много информации по инфекционным болезням кошек следственные клинические симптомы кошек и собак чаще всего у кошек встречается он это в нозальной форме 50-80% кошек часто видим вот такие прориферативные изменения большой лоб 70% кошек истечение износа потеря нюха и потеря аппетита на фоне этого кожная форма что интересно этот гриб он чувствителен к температуре если температура больше 37 градусов он не растет поэтому боли в таких прохладных кожа кожа нос мошонка реагиональные лимповзлы центральная нервная система поражается с признаками слепоты изменения в поведении судороги менингит также часто бывает системный микоз с увеличением с увеличением с увеличением различных систем органов почки даже ковальный синдром встречается и полиартрит криптококос проводится диагностика рутинные анализы крови визуальная диагностика также проводится ПЦР антигена но в большинстве случаев делается только цитология и находится разбудитель либо на цитологии либо на биопсии в основном делаются посевы из назальной полости но чаще всего до этого не доходит на цитологию вы обнаруживаете грибов лечение довольно долго от 1 до 2 до 2 лет пока не получите отрицательный анализ на антиген пероральные азоли кетоконозол 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 чаще всего собак и кетоконозол кошек они лучше переносят тербинофин в комбинации с азолями амфатрицин что интересно исследования есть что амфатрицин применялся подкожно у кошек с трептококозом и работал довольно неплохо чаще всего амфатрицин внутривенно нормальный путь применяется короткий курс астероидов в противовоспалительной дозе чтобы улучшить воспаление в дыхательных путях и дыхание иногда применяется хирургическое лечение зачистка всех этих ран кожных ран на носу в принципе успех 68% кошек собак считается прогноз хуже особенно системным заболеванием коксидимикоз или долинная лихорадка существует два вида коксидиоидов их просто говорят группа коксидиоидов и болезнь коксидиомикоз любят сухие жаркие места коксидимикоз в США это арисеционная клеформия тепло и сухо в целом не контагиозный но была парочка клинических случаев когда передавалось через предметы которые пользовались для пациентов и при укусе кошки один есть случай но в целом это не контагиозно две формы существуют в окружающей среде как мицелий и саксферулы в ткани хозяина довольно крупные до 100 микрометров эндоспоры мелкие 3 5 микрометров они находятся в сферулах то есть сферула и внутри еще множество эндоспор также инфицирование со вдыханием вдыханием сферу и известно что высокий риск во время пыльных бурь происходит заражение у человека у кошек и собак у собак чаще встречается чем у кошек кошки в пыльной буре не выходят если мы взглянем на карту где коксидимикоз распространен это юго-запад США Мексика личные страны Южной Америки коксидимикоз не встречается в Европе но учитывая что многие уже сейчас путешествуют много кто-то подбирает животное кто-то усыновляет удочеряет часто можно включать эту инфекцию и обязательно спрашивать о истории путешествий в том числе владельцев так примерно выглядят суставы при коксидимикозе мне посчастливилось или не посчастливилось встретить коксидимикоз в Северной Каролине в нехарактерном нехарактерном месте но собака была на самом деле из Аризоны как выяснилось в конце то есть цикл да мицелия живет в сухой почве дальше при пыльных бурях вдыхается попадает в легкие и дальше сферулы разрушаются и споры уже разносятся по всему организму опять коксидимикоз на самом деле легко пропустить и легко заподозрить потому что все симптомы они не специфические и болезнь может длиться месяцами и годами та собака которую я видела в Северной Каравине она болела три года три года перемежающаяся вялость потеря веса непереносимость нагрузок иногда лихорадка 39 должно быть 39,4 до 41 глибковая пневмония легкие идет лизиз костей опять же поражение лимфатических узлов и у той собаки мы нашли коксидимикоз при пункции лимфоузлов в принципе если есть глибковая болезнь вы ее найдете вы найдете наверное цитологии очень довольно трудно пропустить также повышенные глобулины и пониженный альбумин это мой пациент который видел Северный Каролин также были изменения в глазу был пановтальмид и в дальнейшем мы пытались удалить этот глаз потому что он очень болел но мы усыпили собаку после 3-х месяцев лечения не было никакого положительного эффекта уже было в лечении костей здесь плохо видно но был отек конечностей суставов сильно болели суставы был остеомиелит поражение легких в общем не удалось спасти диагностические алгоритмы в принципе вы подозреваете собаку с коксидиомикозом если на путешествия в эндемические места или живете в эндемическом месте штат Вашингтон Калифорния Аризона Невада Техас Обязательно рекомендуется осмотрение глазное дно рутинные анализы крови анализ мочи визуальная диагностика рентген груди рентген костей если есть какие-то болезни отеки или есть хромота если никаких находок нету которые вы можете подозрить ксидиомикоз и вы думаете о другом диагностике но вы обязательно найдете изменения если это ксидиомикоз если же есть изменения характерные для ксидиомикоза дальше вы отправляете сирологию крови в принципе то что я делала с моим пациентом и они мерятся титры если если больше 16 либо равно 16 то подтвержден диагноз меньше 16 то в принципе положительный очень высоко вероятный скорее всего дальше будет положительный если негативный то для болезни маловероятны в принципе чаще всего диагностика останавливается здесь или вы найдете на цитологии сам грибок и первое приобретение воспаление лечение опять месяц и года иногда всю жизнь пока титры не упадут один и двум и драконозол флюконозол у человека применяется вариконозол пазаконозол но это я проверяла стоимость в России буквально 30-40 тысяч за флакончик то есть это нереальная стоимость амфаторитин иногда хирургическое лечение а если в лечении костей то есть ампутация конечностей поддерживающая терапию астероидами противовоспалительными иногда препараты для судорог моего пациента развили судороги и мы применяли КЕПРУ лечение прогноз 60% пациентов отвечает на терапию лучший прогноз если это дыхательные если легочная форма если же увеличение костей идет то практически все собаки погибают и очень важно если пациент у вас окажется нужно сжигать не позволять закапывать никакого погребения что хотелось по времени хватает же да у нас по времени хватает же на пару слайдов у нас уже закончилось по идее время Две минуты, две минуты буквально, простите меня. Фиогифомикоз и геологифомикоз, всего лишь несколько моментов. Если у вас пациент на нескольких иммуносепрессивных медикаментах, чаще всего, если на трех включается коспорин, и есть кожные поражения вот такого типа, эта болезнь встречается, опорционистическая, и это не один патоген, множество патогенов, больше 10 штук, я не буду их говорить, они ужасно долго произносятся, но подозревайте эту болезнь, если у вас пациент на иммуносепрессии, там, не знаю, гематическая аниме, тромбоцепенеи, других болезнях, и появились кожные поражения. Споротрихоз ужасно выглядит, ужасно выглядит в теплых странах, опять, если пациент путешествует, владельцы путешествуют, в Европе случается, резко, но случается, поэтому я включила в презентацию. Кошки, естественно, резервуар, инфицированы через кожу, это занос, передается через укусы, поэтому, если увидите вот такую страшную кошку, старайтесь, чтобы она вас не укусила. И последнее, это петеоз. Петеоз – интересный грибок, любит влажные такие заболоченные водные места, у него зооспоры подвижные, распространены во всем мире, и довольно тоже часто стало встречаться в США случаи пациентов на либо иммуносепрессии, либо пациенты, которые выходят, часто рабочие собаки, во влажных каких местах, может быть, ЖКТ и кожные проявления, и особенно, что важно, ЖКТ, выглядит как либо лимфоба ЖКТ, с поражением кишечника, либо можно даже спутать с ВЗК. Изначально серология, диагностика, либо биопсия. Прогноз очень плохой, выглядит ужасно. Это желудок, стенка желудка с петеозом. В заключении, болезни непонятно, на самом деле, как часто они в России. Думаю, что эспергероз точно заключается, и я думаю, что я его пропускала не раз. Часто спрашивать про путешествия и подозревать микозы пациентов, которых используется иммуносепрессия. Редактор субтитров А.Семкин